Приветствую вас. Как психолог я должен обратить ваше внимание на то, что вы сомневались в мужчине и отдалялись от него, а он проявлял свой интерес. И вот с точки зрения психологии подобное поведение это детская игра в выгонялки, знаете есть такая игра, когда ты выгоняешь, я убегаю, я выгоняю, ты убегаешь. Вот это то, что вероятнее всего происходит с вами. И происходит это, как правило, тогда, когда люди в достаточной степени боятся близости, боятся сближения, боятся открыться человеку. Или когда воспринимают другого человека, партнера, то есть, ну я бы сказал, некоторым специфическим образом. То есть, что это значит? Некоторый специфический образ. Специфический образ это, например, нацеленность на отношения, нацеленность именно на то, чтобы построить эти самые отношения, чтобы не, ну например, не находиться в отношениях просто так, например, ну и так далее. То есть, в принципе, здесь вариантов достаточно много, много может быть самых разных. То есть, что касается мужской психологии, то на мой взгляд, лишь на мой взгляд, здесь нет особо разницы мужской психологии. То есть, что касается мужской психологии, то есть, что вы оба, в самом числе, боитесь. Боитесь близости, боитесь сближения, вы оба боитесь этого. И вот этот аспект нужно понимать. То есть, страх близости, а это страх некой боли, вот, неких обид, некой неудовлетворенности. И вот, может быть, страх вариантов, в принципе, достаточно много. И вот на эти варианты нужно вам обратить свое внимание. Сейчас вы также, что важно, пытаетесь понять человека вместо того, чтобы смотреть на себя и определить причину того, ну причину, основание того, что вы сомневаетесь, отталкиваетесь, отталкиваетесь его и так далее, да. В этом мне кажется очень важным. Важно. Да. Вот. Вы пишите, что вы готовы вступать в отношения на равных условиях, но, извините, если вы готовы на равных вступать в отношения то, как вы относитесь. То есть, я имею в виду, вы считаете любые сомнения с проявлением равных отношений, да. Повторюсь, страх близости связан с тем, когда человек с одной стороны пытается слиться, то есть, грубо говоря, имеет тенденцию к такой форме отношений, которое называется слиянием. Вот. И другой стороны, когда у него проблемы с личными границами. И, конечно, что у вас я не знаю, было бы, наверное, странно, если бы я знал. Вот. Ну, кроме некой такой, кроме некой такой рационализации ваших определённого, наоборот, переживаний, да, кроме рационализирования этого. В принципе, я вижу ещё некую нацеленность на отношения. Вот. Другой вопрос, нацеленность на что у вас присутствует? Вот. Вот. С это... Это важно. Понять вам. Это важно определить вам. Вот. Соответственно, когда и здесь данный аспект будет определён, когда вы разберётесь в... себе, да, в своих страхах, противоречиях, тогда уже, в принципе, можно будет говорить о встраивании нового типа отношений Ольга, которое бы вас во всех смыслах этого слова удовлетворяло бы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал! До свидания! Продолжение следует...